на всякий случай запишу как у синих дела но я бы сказала что активность снижена немножко почему идет информация что раз синхронизация они и не взаимодействуют с другими юнитами и между собой плохо связаны как идет перекрытие каких-то вот между ними нету вот они не чувствуют друг друга и поэтому не наполняется информацию впечатление что какие-то обручи или кольца вокруг них на уровне вот голова и водка по плечи вот так вот как труба труба какая-то похоже на силовое поле вокруг каждого но вот не могу понять что это природа ну пусть и дамут их да не такого снять плантовая природа приказываю снять как огромные ошейники да один пытается снять вижу подныривает снизу чтобы всплыть пусть снимают позовите ней у них все хорошо да по теням не видно чтоб что-то было не так спроси говорят что да хорошо они видят синих да пусть один синий встает перед одним тени пусть тень посмотрим что не так синим что за ошейники странно здесь тоже говорят что это кварк квант ладно пусть помогут снять ошейник но снять они почему-то не могут на не могут вот нанести вот знаешь как разрезать клювом вы расклевать как угодно как просто рассоедините помешать чтобы они там помочь освободиться да это не могут синие будут им должны пусть помогают теням пусть дружит это приказ сразу как отсохнулись друг от друга когда ты сказал дружит потом приказ так радоваться или могут помогать друг другу да они помогать могут повредил если не теперь может снять как такой ошейник только они большие вот энергетические он как по плечи полностью кто это сделал кто эти ошейники поставил вопрос к обоим туда показывает куда-то и 1 и 2 вот туда показывает где источник пусть покажет что это они наверное это вселенная называет кварк потому что обратно слышу это кварк что это за место кто такой кварк пусть покажет тебя вот и финки приходили с таким да сейчас я пробую увидеть образ чтобы как-то уловить что синий показывает что-то большое очень по форме это имеет форму человека или рыцаря огромного но только не латы а но может доспехи или что это не знаю как это правильно назвать в голове смотри корона какая шипастая острое как иглы вверх этот кащей откуда он такой красивый посмотри что говорят тени если он открывает рот что-то ответить не синий показывает что он как огнем каким-то но он же не огнедышащий чего не такое показывает только огонь какой-то голубой что это значит воздействие какой-то квантовая от него идет что ли откуда это квантовое чудо это как искусственный интеллект только у нас хотели сделать матку а там вот такое вот родилось что ли что серьезно или покажи сфере белый это чудо да показывает вот все такое очистить нашу вселенную от всего такого как-то странно если она выпускает него ракеты ракеты пролетают сквозь него но то есть не нанося ему даже на квантовом уровне какого-то вреда как вот тот момент вот и перед взаимодействием вот ракета вот-вот сейчас она войдет здесь такой квадрат темнеет просто как пустота ракета пролетает взрывают как только квадрат темнеет вот тогда взрывает ракета чтобы да теперь я вижу что получше получается там уже от взаимодействия с ракетой темнеют но как-то затягивается быстро как пленочка 1 1 1 и назад становится ну пусть область поражения в торе найдет какие вселенные под ним с ним мне идет информация какая-то верхняя из трех родная вселенная сфера и три остальных более развитых поражены идет информация что да вот откуда это чудо нахер взялось и нам мешает еще источником сфера может найти кражется на месте вот как волчок просто вращается 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 синие могут найти источник родной вселенной но показывает под козырек я понимаю что пошли исполнять или полетели исчезли короче да и тени пусть ищут родной вселенной мне почему то идет или средняя но подождем что скажут наши эти следопыты средний из трех где присоединены наверное наверное Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот я могу цапнуть синего и спросить, зачем я могу возвращаться естественным путем. Пусть вот есть все. Я как средняя. Вот как листочки в книжке посередке показывают. Ну посередке вот у меня в теле, где это? В большом. Голова, позвоночник. Позвоночник однозначно, не голова. Ну это там, где недобитые были, да. Мы эти три вселенные отдали синим. Как они это прохлопали? Почему не сказали, что их оттуда вытеснили? Ты бы забрал вселенную? Причем ты забрал вселенную? И как забрали, да. Ты бы помог решить ситуацию, Аня. Я бы не допустил такого. Почему они не сказали, засранцы? Вот. Все, теперь вселенные забраны. Теперь, если я отобью, если мы отобьемся, я не буду возвращать вселенную. Они сами просрали. Они говорят, что были взломаны. Отмазались. Ну раз сейчас отмазываются, значит сейчас не взломаны. Пусть оставляют план по возврату. О, да, это они сейчас бегом. Да, ну это несерьезно. Нормальный план. Пусть пытаются и делают. Да, они пытаются. Финькоу на левый фланг. Финькоу на правый фланг. Ну толк. Ну вдруг. Финьки будут забирать энергии у квантовых. Существа чистить. Что с финьками происходит, смотри. Не ходят, уши висят. Так, не прикольно. Им плохо их тоже взломали. На них что-то висит, смотри, ограничения. Да, висит. Почему синие не убрали? Синие говорят, что шохеры не знают, кому помогать. Сейчас финькам. Такое впечатление, что на них кто-то как ошейник, намордник, что-то такое наделал. Первый освободить всех союзников. Финьков, пантерок. Помочь в сфере. Всегдатель помогать. Теням и помогать в сфере это союзники. Да, хорошо. В них обмениваться информацией об опасностях. Включая потенциальных опасностях. Обмениваться информацией. Теперь сфера пусть помогает. Синим синим помогает сфере. Защищает. Хорошо. Угу. Пантерки в порядке? Знаешь, я нижних вообще не вижу. Вдохненно, не вешне. Ну, вот такое. Синие с них какие-то снимают. Вот так, как цепика какая-то на шее. И вот так между лапками кто-то твичит. Утяжеление, что-то тяжелое. Куда-то их не дает им. Не знаю. Сковывает их при движении. Не дает выполнять те задачи, которые поставлены. Все, сошло. Ограничивает. Да, ушло. Ты сломал на одной. Да я посмотрел, что это такое. Вот как от меня какая-то цепь ушла. Белая сфера очухивается. Да, но она без каких-либо знаков опознавательных. Я не вижу там ни огоньков, что она работает, знаешь. Да она не нужна. Она просто для связи со всеми остальными. Зеленая. Почему она покорежена? Зеленая, потому что их покорежили. Спроси у нее, почему покорежена. Пусть восстанавливается. Да, будет восстанавливаться. Уже восстанавливается. Тоже самое синим. Генералы покажи синим. Генералов освободить. Там на них тоже что-то, как повязки одеты, что ли. Угу. Пусть помогает всем квантовым существам. Да, помогает. Как кораблик всплывает. Как этот столбик тоже всплывает. Да, кораблик не знаю уж, как это можно сказать, что он просел. Но реально был просел. Сейчас начинает как подниматься чуть-чуть. Я такую большую трубу, палку чуть приподнял, которая всех нас утопила. Так. Трубу нафиг сломаю. Так. Столбик очухивается пусть. 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 Позови Тантала. Даже ему это чудо спросил, знает кто. Ну, он как-то так не очень высказался. Я улавливаю смысл, что по виду Бога, по сути, как дерьмо. Ну, вот что-то такое. Хочет стать Богом посрединного мира, но взломать весь тот, скажи ему, что это просто опасность. У него есть какое-то оружие против него? Ну, у него чувство юмора против него, походу, потому что он смеется очень сильно. Он не верит, что это опасность. Ну, или недооценивает. Ну, не знаю, как правильно сказать. Спасибо. Пошли ему зеленую сферу. Тантала, может, он как-то может ее усилить, починить, помочь? Да, может. Какую-то решетку вокруг нее подсуживаю, мне не нравится. Тантал мне нравится? Угу. Ну, тоже взломаны, посмотри на нем структуру. Синие у нас в России есть на тантале структуры этого козла. Кивает, что да, но вот он не должен смеяться и не верить тому, что ты говоришь, это первое. Угу. Покажи ему эти структуры. Как какой-то, вот, как рубить какие-то на нем. Угу. По всем, условно, чакрам, если это чакры. Ну, там. Дальше будет хуже, чем с вирусом. С буквой В. Он сам может освободиться? Спроси у него. Да, еще может, потому что эти кольца, они как срастаться должны. Они сейчас как обручей вот-вот-вот домыкаются. Сейчас как скобы будут обручами, да? Угу. Пусть освобождается, потом поговорим. Прямо сейчас пусть освобождается. Угу. Я хочу, чтобы он очистил от него весь верхний мир, все свои владения. Он смотрит так удивленно, говорит, что это типа такое. Ну, пусть вы еще. Как проснулся, знаешь, вот, не понимает, что произошло. Угу. Одна в позвоночнику уже вошла, нервную систему усела под контроль. Как мне это все радует-то. У него там есть три вселенных с очень развитыми квантовыми сознаниями. Как увидел, да, есть. Пусть берет технологии оттуда и такими же технологиями взламывает этого козла. Будь. Спасибо. Покажи его в белой сфере. Да, показала. Пусть белая сфера идет и ему помогает и закачивает информацию и себе о нем, и ему о себе в помощь. Угу. А он пусть поможет в белой сфере, даст силу, защиту свою. Угу. Да, он как с похмелью. Да. А у меня сзади как крабик какой-то пытается к моему позвоночнику подсоединиться. Оторвать посмотреть, кто это. Угу. Да кто понятно, разорвать. Я руку протягиваю, и он убегает. Надо с двух сторон поймать. Угу. Угу. Так вот, возьми, что не петешь. Я чуть лопнула, там такой кубик. Кубик, покажи, этому хотел. Белый кубик. Угу. Хакеры живые? Что такое впечатление, что связаны и тут это как проводами чем-то. Угу. Как обмотанные. Ну, если уж хакеры обмотанные, то я не знаю, кто пусть доктор их освобождает нафиг. Как так? Песики пусть рвут провода. Часики сами разорваны. Пусть восстанавливаются. Хорошо, есть хакеры из тех вселенных, такие бумеранговские. Есть. Я их вижу. Они свободны? Ну, я бы им не доверяла, но это твое решение должно быть. Ну, покажи этому, этот кубик. Ну, да. Пусть зло могут. Он его как спиноплечи и улетает. Зачем ему это? Штучка. Потому что они одна команда, наверное. Теперь. Наверное. Достигли квантового превосходства? Все вручную придется делать. Да, хакеры спопадился, один и дальше пошел. Пусть всех других освобождает. Да. Хакеры трогают, типа, твои силы дали. Чего я заговариваюсь? Меня тоже хакнули. Как в тумане. Ну, походу, да. Это новый вариант там, нового игрока, который у нас был. Это какой-то мозгула. Он недобитый. Надо найти источник. Тебе на голове сзади на уровне чуть выше первого-второго пацанка. Вот такой разрез буквы. Туда такое впечатление, что какую-то косичку ставим. Вот такая длинная, как их провода. Ну, где-то между лопатками заканчивается. Это антенки, ловят управление, пытаются таким образом настроить, чтобы ни к чему не было привязано, что ли. Приколисты. Перевод, то, что я, естественно, образом должен чувствовать вселенную, они вот в эти косички, и там гасят все сигналы. Я сигналы не получаю, ни плохих, ни хороших, и считаю, что это нормально. Это аналог того, чтобы было продолжение копчика в Роев. Те же самые технологии, но уже не соты, а кубики черные. То, что увидела, видимо, Миланька и показала платьям. Кубики черные все больше и больше. То есть переход из сот. Кубики раньше помогали, а потом уже соты исчезают, уже просто кубики заполняют все. Квантовое сознание, оцифрованное. Нет, это, конечно, все замечательно. Дальше-то что? Вот он такой умный. Оцифровал весь Тор. Замечательно. Дальше что? Позови этого чудика в короне. Все. Полтора освободился от него. Киева, видишь? Он весь какой-то, ну да, квантовый такой, как и голубым огнем горит, знаешь. Ну, с тканей палкой. Это моего имени. Он, мне кажется, мне спрашивает, чего надо у меня. Нет, это я спрашиваю, у него чего надо. Он как-то не очень расположен вообще говорить. Угу. Он занят перекодировкой нижнего мира. Нижнего кора. Надо чего. Чего хочешь, дать что будет. Покажи им, процесс завершен. Цель какая? Не знаю, или я жесткий игнор. С этими было проще говорить, чем с ним. Эти все рассказали. Ну, тогда я тыкаю его палкой, да? Он весь в моем позвоночнике, весь. Весь покрытый зелень, абсолютно весь. Да. Что с ним происходит сейчас? Что-то приходит? Да, он немножко растворяется. Угу. А почему он внутрь тебя входит? Я его чуть растворил, да, растянул. А. Потому что он в меня влазил. В новую-новую вселенную козел. Старый педераст. Он выжил в своей вселенной снова. Он как-то видоизменился. Там время очень быстро течет. Он мутирует, меняется. Найди новый образ. Да, вижу новый образ. Ну, как он выглядит? Какой-то красно-синий костюм на нем, такой облегающий какой-то. Красно-синий? Да. Или я реально... Это не черепаха, а человек в красно-синий костюме? Да, это не черепаха, а человек в красно-синий костюме. Вот человеческий контур идет одна из ночи. Вообще замечательно. Но я вижу, что пропорции немножко изменены. Насчет головы и туловище. Но, в принципе, это антропоморфное тело. И костюм такой, как я не знаю, как скафандр. Что-то такое облегающие очень. Ну, ладно, ткни палкой, спроси, что надо. О них, по-моему, этой функции нету, разговаривайте, чтобы их не взломали. Потому что тыкай, не тыкай, она молчит. А откуда пришел? Можешь посмотреть? Да, могу посмотреть без проблем. Где-то оттуда, как за этими тремя там дальше идет. Источник, смотри. Там, где вычисления идут. Я вижу какое-то пространство такое, просто наполнено. Она электризована этой всей энергией. И оттуда, как, знаешь, как ткут, появляется вот эта фигура. Вот это я увидела. Такое впечатление, что это даже не комфтик какой-то, а вот открытое пространство. Раз, вот так открывается, как цветок, четыре стороны. И оттуда столб такой, и он появляется оттуда. Угу. И вот это пространство нужно... Покажи зеленой сфере, пусть побомбит. Идет туда и бомбит. Хорошо. Покажи зеленой сфере, пусть поизучает, что это такое скажет. Угу. Да, показалось зеленой. Что он говорит? Ну, я его не понимаю, что он говорит. Сейчас я попробую расшифровать. Потому что он у нас такой умный, как... Он рассказывает о какой-то звезде, которая разрушилась. Там реактор какой-то можно использовать. Его перепрограммировали. Я не понимаю, что он говорит. Он говорит, что таких цветочков есть еще пять по разным вселенным. Это заложил тот, который был первый. Вот это обратно, не поняла. Пусть перепрограммируют, и таких цветочков все заливают мою информацию. Чужую стирают, мою заливают. Они там могут... Вот даю им проход на квантовом уровне на своем. Ты понял, да, что это он рассказывает? Да, примерно. Новый мир, как тоже квантовый взрыв, квантовый комп. И можно туда закладывать информацию о себе, и будет как квантовый компьютер. Ну, так устроена вселенная Тор. Угу. Как новый мир, новая звезда. Чуть перенаправить, и вселенную можно создать на взрыве. Но это не взрыв, а другой тип портал. Мм, да. Но если информация о тебе, если не говорит, что оттуда ничего не появится. И не надо. Уже все появилось. Тор есть. Ни в каких возвращений вроде этого, красно-черного, или там синий-черного не надо. Синий-красный. Кто перепрограммировал этот цветочек, пусть найдут. Разворачивается во все стороны, ничего вообще не показывает. Им, конечно, хочется на них показать и все спикнуть, но красно-черного, но я не уверена, что это они. Прошу, чтобы они еще поискали. Пусть открывает этот цветочек, смотрит, в прошлое идет и смотрит, какая программа в этой звезде в реакторе была до. И кто потом подлетел и загрузил туда другую программу на разрушение Тора, на разрушение меня, на переформатирование Тора. Кто этот инструмент начал использовать? Да, я у каких-то то ли смеют или червякаю, что-то вообще ерунду какую-то вижу. Вирус, скорее всего, так проявляется. Что идет, как что-то ползучее вот такое. Я видел этого вируса, как сороканашка появилась, когда она пришла. А я их помню. Помню. Слушай, они какое-то пространство мне показывают такое странное. Такое, похоже, как то, где я жил, или медузки. Они там тоже лапками плавают, не ходят. А кто создал эти? Вирусы-сороканашки плоские. Да, как плоский червяк, точно. Случайник как вагоны метро. Ну, чем-то похоже. Нет, нет, не той вселенной дембры. Возможно, как-то форма немножко похожа, но тоже биологические существа, это вирус. Чем-то подобны формой, возможно, да. Но только те более круглые, а эти более плоские. Все-таки я вижу, как они плавают в таком каком-то пространстве, похожем на, как медузки, родная вселенная. Это вирусы, это не живые существа. Покажи, свете белые. Да, видит она их. Пусть уничтожает. Во всем Торе такие вирусы. Хорошо. Напоминает того Джокера чем-то. Какой-то код есть. Хорошо, ловлю одну и разворачиваю. Программный код. Что там не так? Программист живой еще? Да, вроде нет. Как-то так, неполная информация. Программный код. Программный код. Программный код. Программный код. То есть найти этот момент, когда он живет, правильно? Да. Идать под затылок. Или сейчас? В белой сфере показать. Пусть сделает нового. Кого нового, Илья? Программиста. Угу. Для всех новых. Но начнем с программиста. Хорошо. Ну да, сфера ты сделал. Покажи ему эту сурганушку. Да, смотрится. Говорит, что очень старое сооружение. Почему он его сооружением назвал? Это же вирус. Ну, соорудили кто-то. А. Пусть размножается, виде зачищает по всему Тору. Вперед. Начинает с тебя, с меня, с нашей Вселенной и пошел. Сверху вниз. Хорошо. Откуда они такие, блин? Суроконожка. Угу. А из той Вселенной, где двое сейчас правят? Не понял. Завею. Сюда. Да, они есть. Показываю суроконожку. Ну, типа Упсу бежала. Это они сделали? Это они сделали. Кто? Говорит, дети шалят. Нифига себе дети, это ерунда какая-то. На них есть что-то мешающее? Абсолютно есть. Такое, как на Сантала были вот такие одеты. Полукольца. Сюда доходит. Пусть освобождается. Чуть не стерок обоих. Особождаются? Да. Два столбика. Пусть форматируют от таких вещей, чистят все Вселенные. Да, хорошо. Что-то им не нравится? Спроси. Да, посмотрели на себя, молчи пошли. Хорошо. Останутся при своем мнении, короче, не хотят делиться. Да, иначе бы они не остались совсем. Засранцы. Верни их. Хорошо. Все то, что было ранее отдано мне, пусть починят и два столбика отдельно на форматирование от таких вирусов и от роя нашей Вселенной, начиная с моей планеты. Хорошо. Четыре столбика можно. В сознании людей убрать вирус. Потому что решили, сейчас будет 6-8, пошли, пошли, пошли. Четыре и потом забирают, а эти остаются два со сферами. Хорошо. Немножко прервемся? Это не дети, да. Конец записи. Конец записи. Продолжение следует...